Просто у вас спросить про драку Мамаева, могло ли такое быть? А чё, а чё, легко. Почему такое? Если драка могла быть Широковым со спалетти, а почему Мамаев? Я слышал эту информацию, но я её ещё не читал. А почему? Легко. В любой команде это может произойти. И не только игрока с игроком, но игрока и даже и с тренером. В общем, действительно, ситуация такая, которая могла быть. У нас всё, что хочешь, может быть. У нас могут быть, выбывая Денисов, вот, кем заменим? Ну давай этим, Юсуповым, да? А Юсупов там в тапочках ходит, там рядом, неподалеку оказался, да? Вот, Юсупова спрашивает, ты как? Он говорит, да я две недели, вы чё, народ смешите, что ли? Вот. А Дзюба, а Дзюба, а Дзюба чё, говорит? Ничего, говорит, мы сейчас с ним поговорим, уговорим его, посмотри. Это на уровне сборной идут разговоры. Можете представить, такие на уровне сборной разговоры, там сборная Германии, в Испании или какой-нибудь ещё вообще. Там игроки, журналисту бы сказали, знаешь что, вон иди обращайся к тренеру и разговаривай по этим. А здесь Дзюба решает, нас припёрли к стенке, мы сейчас типа, когда нас припирают, тогда мы чудеса творим. Вот он сотворил чудеса с Уэльсом, понимаешь? То есть там вообще, я тебе говорю, это не сборная, это клуб весёлых и находчивых, блин, с капитаном слудким. Вот какая-то команда, блин. Не случайно он туда пошёл, блин. Ему, видимо, там и место. Юрий из Москвы пишет, болельщик Мордовии. Слушаю давно ваше радио, вы, ребят, молодцы. Хочу с вами порассуждать, мы все в эйфории от успеха с Хидинком, а на самом деле успех чисто случайный. Игры с Испанией всё показали. Сейчас этого случая не произошло, вот результат. Так игры с Испанией, ладно, там могли вообще на чемпионат Европы не попасть, если бы не хорваты. Представляешь, то есть это стечение обстоятельств. Но это, это никто, никто не просчитывает и не берёт во внимание. Та же, та же игра, та же игра со сборной Англии. Ну сейчас, знаешь как, мы-то говорили, говорили, но сейчас вообще ясно, что подфартило со страшной силой. Просто повезло.